2 апреля в Армении состоялись парламентские выборы. По предварительным итогам парламент проходит 4 политические силы. Правящая республиканская партия набрала 49,12% голосов избирателей, блок Царукян 27,32%, блок Йелк 7,7% и партия Дашнактютюн 6,57%. Остальные 5 сил не смогли преодолеть проходной барьер. Для обеспечения прозрачности избирательного процесса на всех 2009 избирательных участках были установлены устройства идентификации личности. За работой еще 1500 участков можно было следить в онлайн-режиме. Однако нововведения вызвали нарекания как местных, так и зарубежных наблюдателей. Были зафиксированы сбои в работе идентификационных приборов, а трансляция с большинства участков периодически прерывалась. Большинство жителей Еревана, опрошенных по ходу выборов Кавказским узлом, выразили надежду на кардинальные изменения. Ожидаем кардинальных перемен. По власти, чтобы жизнь стала немножко легче, чтобы сменился режим. Если выборы честно пройдут, на 90% поменяется состав. Люди перестанут выезжать из Армении, многие вернутся, инвестиции вернутся. Мне бы хотелось, чтобы в парламент пришли новые лица, которые смогут изменить ситуацию в стране. В парламент пришли новые лица, которые смогут изменить ситуацию в стране. Я не увлекаюсь, но надеюсь, что на изменения какие-то, конечно, в лучшую сторону. Это зависит еще от того, что эти выборы как правильные. Зависит они, будут объективно или, как всегда, будут какие-то похлевать или, не знаю, ну, как обычно. Я думаю, все будет как прежде. В случае как... А если придут новые люди, возможно, что-то изменится. Ну, ожидания не очень большие, но, надеемся, хотя бы 30% мест в парламенте займут оппозиция. И тогда при принятии нового закона будет соблюдаться какой-то минимальный, хотя бы, баланс сил между правительственными частными организациями и оппозицией. Хотя бы какой-то глаз народа должен находить и исполняться в законах. Если выборы пройдут справедливые, в парламенте сформируется партийный баланс, и законно будет принимать не одна партия. Нарушения неизбежны, но есть ожидания, что выборы будут намного прозрачнее, и внедрение новых технологий поможет избежать массовой фальсификации. Многопартийный парламент сформирует политическую культуру. Если выборы не сфальсифицируют, у оппозиции есть шанс победить. Если третье обещание, данное в ходе предвыборной кампании, будет реализовано, уже можно сказать, что ситуация изменится в лучшую сторону. В нашей жизни перемены происходят само по себе. Весь вопрос в том, насколько мы контролируем эти перемены, насколько мы можем систематизировать наше существование, нашу жизнь, подчинить каким-то разумам системности, цивильности и прогресса. Естественно, все те обещания, которые звучат перед выборами, они создают мифический образ желания. Насколько это желание потом войдет в жизнь, это сама жизнь покажет. Новые выборы в парламент стали первыми после конституционной реформы 2016 года и перехода Армении к парламентской модели правления. По новому избирательному кодексу законодательный орган избирается по пропорциональной системе и состоит из не менее чем 105 депутатов, из которых по одному мандату квотировано четырем крупным этническим общинам – языцкой, русской, осилийской и курдской.